Приветствую вас, дорогая церковь, братья и сестры. Очень рад быть среди вас в этот день. Знаете, ехали сюда всю дорогу, шел снег, было тучи были, приехали к вам, у вас тут солнышко. Вышли на улицу, холодно. Зашли в церковь, а тут так тепло, нас встретили, и мы имели общение с братьями. Так приятно видеть вас всех. Хочу передать вам привет из Украины, от братьев и сестер. Я понял, тут есть среди вас украинцы тоже. Примите привет от моей церкви, Дом Евангелия, от сотрудников библейской миссии, где я имею честь трудиться. Меня зовут Роман, мне 34 года. Бог подарил мне прекрасную семью. Супругу, ее зовут Катя, двух деток. Мирослава, дочка старшая, 4 года, и Натанаил, ему годы 4 месяца. 10 лет из своей жизни я имею честь трудиться в библейской миссии. И, знаете, сегодня я хотел немножко рассказать вам о нашем служении, попросить молиться. Я знаю, что у вас уже были соприкосновения с библейской миссией. В прошлом году тут был Алексей Лубошников, и он рассказывал о том, что есть желание напечатать. И сейчас идет работа «Казахскую Библию». Знаете, вообще библейская миссия, она началась с того, что Иоанну Яковлевичу Павловичу пришла идея. Пришла не идея, это было такое желание в Советский Союз ввести Слово Божие. Тогда не было такого простого доступа и распространения Слова Божьего в Советском Союзе, и разными способами привозили Слово Божие. Знаете, сейчас в Украине, в России мы без проблем можем купить Библию, но есть страны, где и у нас есть переводы на наш понятный язык. Хорошо, простите. Но тот же Казахстан и другие страны есть, которые еще не имеют хорошего перевода, и идет эта работа. Поэтому благодарю, я знаю, что ваша церковь тоже участвовала в этом. Благодарю вас за это, от имени библейской миссии, от имени казахского народа. Знаете, если говорить об Украине, мы сейчас живем такое тоже непростое время. С одной стороны, у нас есть свобода для проповеди Евангелия, я не знаю, где еще такая свобода есть, как у нас в стране, потому что школы открыты, детские дома открыты, больницы открыты, иногда даже просят, пожалуйста, придите к нам, придите в школу, расскажите о Боге. Но часто мало людей, которые хотят это делать. Знаете, в то же время, как-то мне на глаза попала статистика, Украина занимает первое место в мире по уровню детского алкоголизма. Первое место по женскому алкоголизму. Если проанализировать семьи, 50% браков в первые 4 года распадаются. Более 100 тысяч сирот. Но знаете, в чем беда? 8% из них – это настоящие сироты, все остальные 92% – это сироты при живых родителях. В Украине самый большой, высокий уровень заболевания на ВИЧ в Европе и Центральной Азии. И возраст заболевших – это 15-30 лет. Знаете, когда я увидел эти цифры, у меня так волосы дыбом становились. Но когда верующий человек видит эти цифры, я думаю, что можно что-то похожее в Америке найти, какую-то похожую статистику. О чем мы должны думать в этот момент? Эти цифры говорят мне в первую очередь. Наверное, каждому верующему должны говорить, что мир погряз в грехе. Знаете, и проблема этого всего – неплохая экономика в Украине или в других странах. Ни коррупция, ни что-то еще, а грех. Грех, который поработил человека. И я благодарю Бога за эту возможность трудиться в миссии. И мы имеем возможность через поместные церкви влиять, влиять на многих людей и проповедовать Слово для многих. Знаете, меня когда спрашивали, что тебя мотивирует нести это служение, знаете, это точно не финансы. Я своим братьям и сестрам, с которыми несут служение, говорю, если кто-то приходит сюда как на работу, нам нужно уходить отсюда. Боль в сердце за людей погибающих. Мне кажется, это то, что должно мотивировать вообще жить каждого верующего человека. Братья и сестры, я, говоря, буду немножко рассказывать о нашем служении. Я не хочу сказать, какая библейская миссия, молодец, или те, кто трудятся там. Я хочу просто рассказать о Божьей милости. И хочу просто прославить Божье имя. Чтобы мы вместе сказали, слава Богу за то, что Он делает в наше время. И я приглашаю вас. Возможно, то, что вы увидите, побудет вас молиться на нашем служении. Возможно, вы скажете, мы хотим приехать, молодежь есть, приехать где-то вместе потрудиться. Возможно, я допускаю, что Бог призывает вас трудиться в Америке, слава Богу. Может быть, это в ближайших, в Иудее, в Самарии, в ближайших странах. А может, призывают до края земли, и ваш край земли будет в Украине. Я приглашаю вас в Украину. Библийская миссия. Мы, наша цель, мы хотим достигать людей для Христа. Мы хотим нести Слово Божье. Мы хотим нести Евангелие. Это мы делаем через поместные церкви. Все, что мы делаем, мы делаем с церковью для церкви и через церковь. Мы хотим мотивировать церкви. Мы хотим помочь, где-то обучить, может быть, научить, как лучше делать какое-то служение. То, что нам Бог доверил. Мы хотим дать какой-то инструмент для нашего служения. У нас есть три направления служения. Это благовестие, это подготовка к служению. И милосердие, все, что связано с милосердием. Я не буду о всем рассказывать, расскажу только о некоторых проектах. И о некоторых возможностях. Строительство домов молитвы. Прекрасная возможность. Помочь церкви с благовестием, потому что часто церкви не имеют своего помещения или собираются в таких помещениях, куда уже нет людям возможности прийти. И вот эти две церкви, которые вы видите, это в прошлом году были построены американскими братьями и сестрами. Славянами. Они приехали, помогли, собирались в финансы в Америке. И вот эти два прекрасных дома молитвы построены. Черновицкая и Хмельницкая области. В прошлом году Бог дал возможность в шести местах помочь построить дом молитвы. Если посмотреть на карту, вот и запад, и восток вы можете увидеть в разных-разных местах. Вот это вот точки, это места, где мы хотим в этом году построить дома молитвы. Знаете, и снова два места будут строить братья и сестры с Америки. Сестры будут молиться, а братья будут ехать строить. Поэтому я вас призываю тоже молиться. В Песчанке это Днепропетровская область, и в Иванычах это Волынская область. Если вы запомните, то помолитесь, пожалуйста. Чтобы Бог благословил, потому что сейчас подготовка началась. Есть разные моменты, чтобы Бог все устроил. Детские христианские лагеря. Я знаю, что вы тоже проводите христианские лагеря детские. И знаю, я уже слышал, что вы даже ездите где-то дальше, не только тут у себя проводите, а куда-то дальше ездите. Бог позволил нам тоже в шестнадцати местах в прошлом году провести детские лагеря. И в этом году мы тоже планируем. Мы хотим через эту работу с детьми рассказать им о кресте. В основном это приходят дети на эти лагеря, 90% дети из нехристианских семей. Многие из проблемных семей. Знаете, и кроме того, что мы хотим проповедовать Евангелие для детей, мы хотим еще привлекать молодежь из церквей, чтобы они были активнее, чтобы активно участвовали в служении. И мы приглашаем из Германии, из Америки. Но мы и нашу молодежь в Украине. Из больших церквей мы берем, мы едем куда-то в деревню, проводим лагеря. Поэтому, молодежь, я приглашаю вас к нам. Вместе что-то сделаем. Вместе послужим для детей. Два лагеря мы провели для особых детей. Дети-инвалиды. И вот хочу маленькое свидетельство рассказать. У нас есть церковь в Броварах, которая собирает вот такие вот семьи. Сейчас они сделали специальное служение. 150 семей приходят на это служение. В основном это семьи нехристианские. Кто-то приходит просто, чтобы в это время, пока мамы или папы на служении, с детками занимаются где-то волонтеры. Кто-то приходит просто, чтобы даже не послушать Слово Божье, а просто посидеть в спокойствии, потому что они привязаны к своим детям. Но мы радуемся этому, потому что в это время, когда они сидят, они слышат Слово Божье. И уже есть прекрасные плоды. И вот на этой фотографии вы видите вот этих деток, а рядом это Леся и Игорек. Мама Леся и Игорь. Знаете, когда родился Игорь, он родился с ДСП, у него была гиперактивность, у него была умственная отсталость, и он был очень неспокойным ребенком, и все окружающие, которые видели его, старались как-то удалиться от них. Где-то какие-то друзья не хотели, чтобы дети общались с этим ребеночком. Маме говорили, почему ты его не успокоишь? Она просто этого не могла сделать. Не понимали, что ты больной ребенок. Знаете, прошло время, и ушел отец. Большинство вот этих семей, они живут, мамы воспитывают детей без отцов. Отцы не выдерживают, уходят. И у Леси просто была безысходность. Она начала употреблять алкоголь, чтобы как-то эту боль заглушить. Потом настал момент, когда она решила, я покончу жизнь самоубийством. Я не могу так дальше жить. Знаете, ну есть мамы, которые оставляют свои дети еще в роддоме. А Леся любила Игоря. И она просто подумала, некому будет смотреть за Игорем. Я не могу это сделать. И это ее остановило. Знаете, это ее остановило, но легче не стало. И вот однажды, когда она посетила врача, очередное посещение врача, эта сестричка, к которой она пришла, она была верующая. И она рассказала о своих переживаниях. Сестричка говорит, слушай, приходи в церковь. А лучше у нас сейчас будет лагерь. Ты, пожалуйста, приезжай, мы тебя приглашаем в лагерь. Там смогут с твоим ребеночком позаниматься, ты что-то услышишь. И она схватилась за это и решила, я поеду. Я поеду туда. Знаете, когда она сказала своим соседям, никогда помощи особой от них не было, но то тебе не сказали, слушай, ты не едь, баптисты тебя завербуют. Штунды. Штунды хотят тебя завербовать. А она говорит, я немножко испугалась, я православная. Я взяла свой самый большой крестик и повесила сыну крестик, чтобы на видном месте, чтобы все видели. И поехала так в лагерь. Она говорит, то, как меня встретили. То, что я слышала там, я поняла. Я думал, что я верующий, христианка, но я не знала Бога. Я просто не знала Бога. И мне никто о нем не рассказывал. Вы знаете, сейчас она еще, она не член церкви, но она посещает, она покаялась, она посещает церковь, посещает группу по изучению Библии. Детский лагерь, который, в принципе, больше даже для мам, а не для детей. Пожалуйста, молитесь за эту работу, за этих деток и за эту семью. Детский проект – это возможность для церквей делать социальную работу и работать с детьми-сиротами, с неплогополучными и кризисными семьями. И возможность нести Евангелие. Как это осуществляется? Кто-то находится, кто готов поддержать определенного ребенка, определенную семью, пожертвовать какие-то финансы. Эти финансы потом, за эти финансы церковь может купить какие-то продукты, купить одежду, пойти в конкретную семью и рассказать им, проявить эту любовь и рассказать им о Боге. Знаете, вот это церковь в Младшевке, Чернобыльская зона. Я слышал тут свидетельство, что ваша молодежь ездила в церковь, где пару взрослых и 100 детишек приходят. Точно такой же пример. Вот эта семья, есть еще пару бабушек. В деревне, где вообще нет церквей, кроме этой. Собирается 100-150 детишек. Среди недели приходит 60 детей. Они четверг, суббота и воскресенье. Они там могут покушать. Это вот центр надежды нашей. Они могут покушать, учить уроки, изучать Библию. Знаете, вот эти вот, тетя Маша, дедя Коля и Саша, эта семья, если бы у них нет духовного образования, они, может, даже не могут складно как-то говорить, но у них большое сердце. Когда в этом селе 90% употребляют алкоголик, когда очень часто детей просто из семей, потому что родители не смотрят за детьми, забирают в детские дома или на время забирают, потом смотрят, если дети исправятся, то их возвращают в семьи. И вот однажды из одной семьи забрали девочку, которая приходила постоянно в детский дом, в церковь приходила. И когда эта семья приехала туда, поменялся директор в этом детском доме и не захотели пускать. Я говорю, это кто вы? Ну, мы вот с церкви, братья и сестры. И подошли к этой девочке, которой они приехали, и говорят, ты знаешь их? Она говорит, конечно, знаю. Это твои родственники, нет? Что, не дедушка, не бабушка? Она говорит, нет, это лучше. А кто же они такие? Бабушка Маша, учитель в средней школе. Знаете, эта директора была шокирована. Наше сердце, наше открытое сердце, наша любовь к людям, она часто говорит больше, чем наши слова. Вот это вот все детишки, которые приходят в эту церковь, часто, это у нас был детский лагерь, но на праздник Рождества вообще у нас там места нету, куда детишек посадить. Даже самим мы там не как стать. Знаете, большинство из этих деток, они из таких не очень неблагополучных семей. Я приглашаю молодежь, приезжайте. Вместе потрудимся в Сиреннобыльской зоне. Там уже не опасно, так как многие думают. Знаете, вот эта семья, вот эти дети Аня и Леша, у них тоже, у всех этих детей похожая судьба. Родители пьют. Знаете, у Ани, у Леши тоже родители пьют. Они уже немножко, они уже выросли. Аня уже 18 лет, Леше 23 года. Знаете, Аня, Аня живет в Киеве, а Леша живет в Кременчуге. У Ани родители, и папа, и мама тоже пили. И была очень, она была очень добрая девочка, и ей было очень сложно смотреть на то, что происходит в ее доме. У нее была бабушка, которая была очень уже старенькая. Она научила, она не баптистка, она православная, но она научила Аню когда-то молиться. Говорит, когда тебе сложно, ты молись. И когда мама с папой бушевали дома, устраивали драки, Аня просто ставила стульчик под ручку своей комнаты и тихонько молилась. Знаете, однажды случилось, что отец ворвался в комнату, устроил дебош, и Аня просто не выдержала, убежала к бабушке. И просто боялась возвращаться домой. И ей, этой девочке, в юном возрасте пришлось себя обеспечивать, обеспечивать бабушку, ухаживать за бабушкой. И в этот момент на ее пути встретились верующие братья и сестры. Они пригласили ее в церковь. Была возможность через детский проект помогать этой семье. Этой девочке. Одеждой, продуктами. Прошло время, и эта девочка покаялась. И сейчас она трудится в церкви, она ездит по лагерям, и она говорит, что Бог живой. И Бог может лечить сердца, потому что Он излечил ее сердце, израненное. Почему? Потому что в тяжелый момент рядом оказались верующие люди, которые подставили плечо. она молится за своих родителей. Если вы вспомните, ее зовут Аня Пчельникова. Помолитесь за ее родителей, потому что они неверующие. Леша, то же самое. Отца он не знает. Мама постоянно искала каких-то сожителей. Леша говорит, я часто чувствовал себя просто как раб. Сходить за выпивкой, убрать, что-то еще сделать. Часто просто на мне сгоняли злость. Однажды, когда к маме пришел очередной сожитель, он жил определенное время, и так случилось, что он их квартиру, которая у них была, заложил в банк. Забрал деньги и убежал. Скрылся. Маме пришлось продать квартиру. И так, говорит, мы остались без жилья. Было еще сложнее, чем раньше. Мне приходилось кому-то, у кого-то жить в постоянной пьянке. И однажды, когда очередной сожитель избил Лешу, мальчик просто убежал и думал подальше от людей, чтобы никто не видел, сидел и плакал. И в это время проходила мимо верующая сестричка, в которую у самой было четверо детишек. Она подошла, спросила Леша, спросила, почему ты плачешь, мальчик? И он рассказал ей свою историю. Она забрала его домой, она его накормила, помыла. Она пригласила его в церковь, он начал ходить в церковь, он приходил к ней, он мог постоянно покушать у этой сестрички. Его устроили в христианскую школу при церкви. Но знаете, часто меняются обстоятельства, но если сердце-то не поменялось, то считайте, что ничего не поменялось. Потому что если сердце меняется, то меняется все остальное. Вот вокруг Леши поменялись определенные обстоятельства, потому что его тоже взяли на проект, смогли помогать, одевать где-то продукты какие-то, чтобы были у них в семье. Но когда он сидел в школе, сердце не поменялось. Увидел кошелек, лежал учительницей на видном месте. И он решил, это хорошая возможность поживиться. Он схватил этот кошелек, убежал, очень быстро потратил, проиграл, чипсы, Кока-Кола и какие-то еще, что там детвора любят. Но деньги закончились очень быстро. Возвращаться в церковь, там где тебя любят, он не мог. Домой тоже не хотелось, где-то скитался, где мог. И однажды, когда зауч школы Луиза Петровна, которая тоже занимается детским проектом в этом городе, она встретила его на базаре, она подошла к нему, ободняла, он подумал, что его сейчас будут сильно ругать. А у нее появились слезы на глазах, она заплакала и говорит, Леша, мы тебя, мы за тебя так много молились, так долго тебя искали. Возвращайся в церковь, возвращайся в школу, тебя там любят. Он вернулся, покаялся. Сейчас Леша тоже служит в церкви, играет в музыкальной группе, ездит по лагерям и молится за свою маму, потому что мама еще не с Господом. Есть в притчах такой стих, 24 глава 11 стих, спасай взятых на смерть и неужели откажешься от обреченных на убиение. Многие эти люди из этих детей это взятые на смерть. У них не было перспективы в их семьях. Знаете, но Бог может менять сердца, менять обстоятельства, еще одна Центр Надежды, Царычанка, Днепропетровская область, вот эти детишки, которые приходят тоже в дом молитвы, многие из них приходят просто покушать, потому что дома нечего. Вот эта семья, это их дом. Девочка Настя, папа с мамой пьют, а такая же история, папа с мамой пьют. Знаете, когда они ушли снова пьянствовать, дома не оставили ничего, ни крошки хлеба. Настя была, была ее старшая сестричка, Руслана. Пять и семь лет дети. Прошло время, проголодались, нужно что-то кушать, и дома нечего. И начали что-то искать, искать, и нашли таблетки, которые оставила бабушка. Накушались таблеток. Понравились, накушались. И когда вернулись родители, дети были без сознания. Знаете, вызвали скорую как-то, приехала скорая, три дня откачивали, Руслану не спасли, Настеньку спасли. Знаете, это так сильно повлияло на эту девочку, она стала очень закрытой, очень такой, не хотела ни с кем общаться. Потом у нее родились еще двое сестричек. И, знаете, соседи, видя эту бедственную семью, знали, что в церкви может покушать хотя бы. Они, говорят, привели их в церковь, неверующие соседи. В церкви их приняли, приглашали в церковь, они начали туда приходить. Узнав их историю, брат-пастырь, у которого тоже очень, он был на фотографии, тяжелая история, ему пришлось 8 лет отсидеть за то, что он не делал. И у него особое сердце, он вот эту чувствую, вот эту несправедливость, вот эту боль у него есть в сердце. Братья и сестры, хорошо, когда у нас есть эта боль о людях погибающих. Он начал приходить в свою семью, приносить продукты, проявлять какую-то любовь. И мама, видя, она никогда не чувствовала это со стороны, потому что все знали, что она пьет, никто не хотел к ней приходить. А тут кто-то пришел, проявил добро. Она начала открывать Слово Божье, приходить в церковь, покаялась, приняла крещение. Знаете, этим летом Настя, поехав в лагерь, тоже покаялась в лагере. 13 лет девочке. Потом пришла в церковь и сказала, я хочу засвидетельствовать. Она всегда стеснялась людей. Она сказала, я хочу засвидетельствовать, что я покаялась. Спасай взятых на смерть. Знаете, это не библейская миссия. Это даже не церковь, это Бог делает. Милосердие, помощь людям в нужде. Было время, когда мы помогали многим беженцам, которые временно переселенным в Киеве, на востоке Украины. Гуманитарная помощь. В прошлом году 108 тонн гуманитарной помощи была возможность раздать. Знаете, оказана помощь вдовам. И я вспоминаю один случай. Мы в Западной Украине, в Закарпатье, мы с молодежью приехали просто рубить дрова. Может быть, что-то по дому сделать. У одной женщины, которая была не в церкви, она когда-то ходила в церковь, потом перестала. Мы просто делали добро ей. Я с ней стоял, общался, говорю, почему вы не ходите в церковь? Она немножко спросила ее судьбу, она рассказала, мужа детей нету, муж умер. Я говорю, почему не ходите в церковь? Она говорит, ну что-то. Она не смогла найти мне ответа. Она говорит, я знаю, что меня, я помню, я знаю, что меня там любили. Я говорю, так почему же, если вас там любили, вы не ходите? Мы уехали оттуда. Прошло время, через несколько месяцев, я приезжаю в эту церковь, знаете, я встречаю эту женщину. Я подошел к ней, я ее обнял, и я говорю, я так рад вас видеть. Знаете, ну эта фраза, что меня там любили, она меня очень сильно тронула. Как хорошо, когда в церкви есть любовь, когда мы любим людей и проявляем эту любовь на теле. И этот человек, что-то у него в жизни случилось, но она помнила, что в церкви есть любовь, и в церкви любят. Братья и сестры, я хочу вас призвать молиться о служении библейской миссии, о моем личном служении, о этом очень нуждаюсь, о Божьем водительстве, для меня и для моей семьи. Часто приходится где-то быть в дорогах, и знаете, жена звонит и говорит, сын растет и говорит, ну сын пошел, а ты опять все пропустил. Но я говорю, Катенька, ты знаешь, почему приходится где-то ездить, потому что есть возможность служить и трудиться, но я нуждаюсь в молитвенной поддержке. Знаете, у меня есть молитвенные карточки, вот такие вот. Если у кого-то будет желание молиться за мою семью, я буду очень благодарен, вы сможете у меня их взять. Молитесь о нашем служении, молитесь об этих детях, я не всех назвал, там много детей было, я просто пару историй рассказал того, что Бог делает. Молитесь о тех детях, с кем нам приходится соприкасаться. Возможно, вы скажете, Бог побуждает приехать, потрудиться вместе с вами, мы открыты, лагеря, работа с детками, с сиротами, помощь вдовам, будем с вами вместе, молодежью, убить дрова, проводить электрику, где-то что-то доброе еще делать, приносить продукты. Возможно, вы скажете, я буду молиться, но я хотел бы что-то еще практически сделать, но я не могу ехать к вам. Я рад, что братья согласились у вас тут, собрать контейнер, гуманитарную помощь, которая будет отправлена в Украину, и мы сможем раздать ее там. И через это, знаете, не просто раздать, мы можем многих одеть, но они поменяют ничего в их жизни, если мы не расскажем о Христе, поэтому мы хотим через эту помощь рассказывать о Христе, о Боге. И рассказывать, что только вы, Иисусе Христе, есть спасение для каждого из нас. И это действительно в том, чем вы нуждаетесь. Да, вы сейчас нуждаетесь в вещах, но если вы не найдете Иисуса, то вещи завтра износятся, а в вашей жизни ничего не поменяется. Возможно, у вас будет желание послужить через эти вещи, и когда будет этот призыв, возможно, кто-то скажет, я принесу свою рубашку, кто-то скажет, потому что многие нуждаются в одежде, даже в одежде, сейчас нелегкая экономическая ситуация, в обуви. Для этих центров надежды нужны столы, стулья, посуда, много-много-много всего есть нужда, потому что нет возможности это все приобрести. Если будет желание, мы будем благодарны, если сможете поучаствовать в этом. И мы видим, как Бог через это действует. Братья и сестры, я хотел бы еще немножко с вами поразмышлять над Словом Божиим. Благодарю за то, что была возможность рассказать о нашем служении, но это, я говорю, это не наша заслуга, это то, что Бог делает, потому что только Христос может менять сердца, менять обстоятельства. Я хочу, чтобы мы сегодня с вами поразмышляли о Христе, помните расслабленного, которого друзья принесли к Иисусу, опустив через крышу. Скажите, нужны были ли ему друзья? Нужны были, да? Но могли ли они решить его проблему настоящую? Могли бы или нет? Не решили, не могли решить. У них не было этой силы. И знаете, если бы они не принесли его к Иисусу, да, они смогли бы помогать ему всю жизнь, наверное, если это хорошие были друзья. Но они бы не ответили на его настоящую нужду. Братья и сестры, вокруг нас столько расслабленных людей духовно. Я знаю, у вас такая же ситуация, как у нас в стране. И мы можем одеть миллионы, тысячи, мы можем накормить, но то, что мы по-настоящему должны сделать, мы должны указать на Иисуса Христа. В Украине в последние годы очень много говорится о реформации. Я не знаю, ли вы тут праздновали, у вас 500 лет реформации, но мы у нас в стране праздновали этот праздник. Знаете, 500 лет назад, уже немножко больше, в 1517 году, 31 октября, Мартин Лютер заявил о своем убеждении, он прибил 95 тезисов на дверях храма Виттенберга, там, где он нес служение. И он заявил свою позицию. Одно из самых главных тезисов было только Христос, солос Христос. Через несколько лет ему пришлось пристать пред судом, это было в Вормсе, где он должен был рассказать о своих убеждениях перед большими людьми, императором, церковными деятелями. Ему задали три вопроса. Кто имеет власть в церкви? Лютер, кто имеет власть в церкви? И Лютер ответил, солос Христос, только Христос. Второй вопрос был задан, как можно получить спасение? Как можно получить спасение? И Лютер ответил, соло Фида и соло Грация. Только вера и только благодать. Третий вопрос звучал так, что является фундаментом нашей веры. И он ответил, солос Кристос, солос Скриптура. только Писание. Не эти ответы ожидали получить. Я думаю, его переубеждали, но он сказал, на всем стою и не могу иначе. Мы все знаем эту фразу, на всем стою и не могу иначе. Это мои убеждения. Знаете, после этого Лютер стал человеком, которого могли я прошу прощения, которого могли просто так убить, как еретика. Непростое время для него наступило, но это было его убеждение. Братья и сестры, я хотел бы сегодня с вами поразмышлять над тем, кто Христос является для нас. Можем ли мы с вами сказать, солос Кристос, только Христос? Только Христос в центре моей жизни. На самом ли деле так есть наша жизнь? На самом ли деле Христос в центре? Мы можем жить в христианской жизни, мы можем ходить посещать церкви, мы можем даже быть членом церкви, мы можем делать много добрых дел, мы можем где-то служить. Знаете, но это все не является гарантией того, что только Христос будет в центре. И только Христос будет виден в моей жизни. Давайте откроем с вами 1 Тимофея, 2 глава, 5 стих. Это было основание вот этого убеждения Лютера, сказано так там, 1 Тимофея, 2 глава, 5 стих, «Ибо един Бог и един посредник между Богом и человеком, человек Христос и Иисус, ибо един Бог и един посредник между Богом и человеком, человек Христос и Иисус». нет других возможностей, нет других возможностей, и путей для спасения, нет других посредников. Христос – единственный путь на небо. И в наше время мы можем встретить много хороших людей, которые делают добрые дела, знаете, но делают от себя. И кто-то может сказать, слушай, но Он достоин. Многие люди говорят, я же ничего плохого не сделал, почему я не буду в раю? Хочется ответить им словами из Евангелия Иоанна. 14 глава, 6 стих Иисус сказал Иоанна 14 глава, 6 стих Иисус сказал Ему «Я измь путь истины и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Не через добрые дела, не через еще какие-то возможности, только через Иисуса Христа. Братья и сестры, вопрос сегодня для нас. Живем ли мы так, что только Христос? Я задаю себе вопрос, Рома, твоя жизнь показывает, что для тебя в центре твоей жизни Христос? Потому что только это важно. Знаете, Христос задает каждому из нас этот вопрос. Евангелие Матвея, 16 глава, 13-15 стих. Матвея, 16 глава, 13-15 стих. «Придя же в страны Кесарии, Филиппова, Иисус спрашивал учеников своих «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» Они сказали, одни за Иоанна Крестителя, другие за Илью, иные за Пророк, за Иеремию, или за одного из Пророков. Он говорит им, что Он им говорит. «А вы за кого почитаете Меня?» «А вы за кого почитаете Меня?» Люди могут говорить разные вещи, многое могут говорить, «Но вы за кого почитаете Меня?» «Кем Я являюсь в вашей жизни?» Знаете, если мы говорим, что Христос в центре моей жизни, то это влияет на все в моей жизни, на все обстоятельства, на то, как я говорю, на то, как я их делаю. Евангелие от Луки, 2 глава, 10-11 стих, сказано, «Не бойся, я возвещаю вам великую радость», ангел говорит, «которая будет всем людям, ибо родился вам ныне Спаситель, Который есть Христос Господь». Знаете, если Христос в моей жизни, то если Христос является в центре, Он должен являться моим Спасителем. Не я уже спасаю себя, а Христос. Не мои добрые дела, не еще какие-то количество посещений церкви, хотя это все важно. А Христос по Своей благодати. На самом ли деле, братья и сестры, мы понимаем это? Да, мы много знаем. Мы же иванинские христиане, баптисты, мы знаем правильные ответы на правильные вопросы, но на самом деле мы понимаем, что только Христос может нам, только в Христе наш выход, только Он наш Спаситель. Или, возможно, мы надеемся на какую-то свою праведность, нашу праведность, неправедность Иисуса Христа. Возможно, на то, что мы принадлежим какой-то церкви. Иногда, я знаю, я вырос в христианской семье, я всегда думал, что я такой хороший. Я постоянно в церкви, я первый приходил с отцом и последний уходил. Но, знаете, это не поможет, потому что только Христос Спаситель. Я не могу себя спасти, ибо нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Деяние. 4 глава, 12 стих. Знаете, если Христос источник моей силы, Христос источник нашей силы, Иоанна 15, 5. Иоанна 15, 5. 5 стих. Я есть млоза, мы знаем это место, а вы ветви, кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Без меня не можете делать ничего. Я лоза, а вы всего лишь ветви. Мой вопрос к себе и каждому из нас на самом ли деле это так, в моей жизни. Но, знаете, я замечаю в себе и других верующих, что нам так кажется, что часто мы сами можем. мы хотим рассчитывать на какую-то свою опытность, на какие-то свои знания, на какие-то свои дарования, на какие-то свои достижения. Но если мы говорим, что вся моя сила в Иисусе, это говорит о моей зависимости от Христа. Мы можем говорить «Солос Христос», только Христос. Но жить по-другому. В моем центре моей жизни не Христос сидит, а мое «я». или моя праведность, самоправедность, я бы сказал. Знаете, я понимаю, что тут большинство верующих людей, но так бывает в жизни верующих. Я переживаю, если так происходит в нашей жизни, чтобы мы не услышали слова «Отойди от меня». «Я никогда не знал вас». Библия говорит, что Христос – наша драгоценность. Первая Петра, 2 глава, 7 стих. «И так Он для вас верующий в драгоценность». Друзья, драгоценность ли для нас Иисус Христос? Знаете, я иногда встречаю людей, у которых нет радости. А как можно не радоваться, когда ты у тебя есть драгоценность? Вы знаете, эти места из Библии, когда нашел драгоценность в поле, это все продал, чтобы купить это поле. Когда женщина нашла эту драгоценность, всем рассказала с радостью о том, что я нашла драгоценность. Есть ли в нашей жизни радость? Если мы говорим, что Христос для нас драгоценность, значит, у нас в жизни должна быть радость? Возможно, мы не понимаем истинную ценность этой драгоценности. Знаете, один случай, у меня есть еще немножко времени. Возможно, вы его слышали, этот случай произошел, этот случай рассказал брат, который проживает сейчас в Америке. Он рассказал, что когда-то я эту историю тоже услышал, и она меня очень впечатлила. Он рассказал, что когда они готовились уезжать в Америку, эмигрировать, то они собирали документы очень долго. Очень долгий этот процесс был. Наконец, пришло им приглашение ехать в Москву. Возможно, вы что-то переживали, похожие какие-то ситуации. Много детей мы собрались, говорит, приехали туда на собеседование, вызвали нас, завезли в комнату, где было много, где стояли стульчики, стол, ни окон, ни дверей. Так, говорит, мы не знаем, что делать, что говорить. Зашел офицер, открыл нашу папочку и говорит, первый вопрос, кто для вас является Иисус Христос? Знал, что верующий? Ну, говорит, мы ответили, Христос Спаситель наш. И потом начались другие вопросы, почему, как, зачем уезжаете, кем дети работают, кем ты работаешь, каждый из них чем-то занимался, кто строил, кто механиком, был строителем. И посмотрев на них, этот офицер говорит, такие люди, как вы, и нам нужны. Почему же вы и хотите ехать все-таки? Говорит, ну, хотим немножко как-то улучшить жизнь нашу. Ну, потом были другие вопросы. Говорит, мы не понимали, почему столько вопросов. И потом он закрыл папочку и ушел. Через какое-то время пришел, сел, открыл снова папку, говорит, последний вопрос. И после этого этот вопрос решит, вашу судьбу поедете ли вы или никогда не поедете? И он говорит, чего ожидать? Мы переживаем, что же будет? И тут после паузы офицер говорит, все вместе на память Иоанна 3,16. И мы все такие, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. И, говорит, мы так быстро-быстро процитировали этот стих, мы его очень хорошо знали. Каждый верующий знает этот стих. И, знаете, этот офицер сказал, подписал документы, сказал, вы поедете. Но, знаете, если бы тот Иисус, о котором вы говорили вначале, был по-настоящему для вас спасителем, ценностью, драгоценностью, вы бы никогда так просто о нем не говорили. И этот брат, служитель, он говорит, у меня пот выступил. Этот офицер дал мне самую важную проповедь в моей жизни. Ведь я после этого, не знаю, сколько раз я просил прощения у Господа, у своих детей, что Он таким, что Иисус таким обычным, таким привычным стал в моей жизни. мы привыкли, что Христос есть у нас. Мы привыкли к спасению, к благодати. Это не вызывает часто никаких у нашем сердце эмоций. Говорит, но этот случай, эта проповедь заставила меня посмотреть внутрь себя. И после этого я стал по-другому жить. Я стал по-другому проповедовать, я стал по-другому молиться. Я не могу просто так рассказать этот стих без слез на моих глазах. И сейчас я могу на самом деле сказать, что Он мой спаситель, что Он силой и драгоценность. Братья и сестры, я себе в первую очередь и каждому из вас желаю посмотреть внутрь себя, проанализировать, что в нашем сердце, есть ли Он в центре нашей жизни. И я желаю, чтобы Христос был для нас спасителем, чтобы силой был для нас, чтобы был драгоценностью, чтобы был жизнью, светом, хлебом. Знаете, тогда мы точно будем по-другому жить, по-другому благовествовать. Представьте, если бы мы говорили о человеке, который спас нашу жизнь, возможно, даже рисковав своей жизнью. Я бы думаю, что мы никогда бы просто так бы не смогли говорить о нем. Мы бы восхищались, мы бы с эмоциями говорили, нас бы, возможно, нельзя было остановить. Но так бы, так ли мы говорим о нашем Христе? А ведь Он отдал за нас свою жизнь. я хочу, чтобы в нашем сердце была вот эта чувствительность, вот это понимание важности и ценностей Иисуса Христа. Христос задает сегодня каждому из нас вопрос. Кто я для тебя? Кто я в твоей жизни? «Если я сила, то почему ты так редко пользуешься? Если я хлеб, то почему так редко питаешься? Если я свет, то почему так часто ходишь в темноте и не берешь меня в свою жизнь? Если я драгоценность или настоящая ценность в твоей жизни, то почему ты так небрежно относишься ко мне? Знаете, когда-то Мартин Лютер заявил, «Солос Христос, только Христос». И он готов был пожертвовать своей жизнью ради этого убеждения. Тогда в Вормсе ему нужно было выбрать между спокойной жизнью или возможностью даже умереть. И он сказал, «На всем стою и не могу иначе, только Христос в моей жизни». Вормс, такой же Вормс придет в жизнь каждого из нас в свое время. Для этого брата этот Вормс пришел там в посольстве. Я не знаю, где он придет для вас, возможно, на учебе, возможно, на работе, возможно, еще в каких-то обстоятельствах. Но я бы очень хотел, чтобы каждый из нас смог заявить, так как и Лютер, только Христос, на всем стоим и не можем иначе. Ради Него мы живем, ради Него мы готовы умереть. Потому что Он наш Спаситель. Он наша сила и Он наша драгоценность. Пусть Бог благословит каждого из нас, чтобы мы могли проанализировать свою жизнь и посмотреть, какое место занимает Христос и понимать, что все только из-за Него и только в Нем и только через Него. Аминь. Давайте помолимся. Субтитры создавал DimaTorzok